хорошо но это чем я начал говорить о том что люди до сих пор даже некоторые не верят в то что господь совершил некоторые люди не знают и не понимают что христос жив и до сих пор живой и он ожидает всех тех людей которые нуждаются в нем ну так или не так друзья мои вот вот и самом начале это прочитать с вами вообще место одно из мест которое мы очень просто знаем и как сегодня не пасха но все равно в любом случае он господь умер воскрес он воскрес или нет воскрес так что не надо нам ждать нам не надо ждать пасху праздник определенный но мы можем уже просто вспомнить что происходило в тот момент в тот момент происходило и вообще последние слова оставлены иисусом христом ученикам нашим апостолом как бы да вот так вот шестнадцатая глава последняя от марка 9 стих воскресши рано в первый день недели иисус явился сперва марии магдалине из которой изгнал семь бесов она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим но они услышавшие что он жив и она видела его не поверили то есть мы видим что иисус пришел сначала кому к марии магдалине из которой он однажды выгнал семь бесов аж семь бесов выгнал и в первую очередь пришел именно к ней и она когда увидела его она пошла возвестила своим друзьям братьям но они не поверили но они услышавши что он жив и она видел его не поверили то есть на слова мы не верим слушайте да вы внимательно слушаете что я сейчас говорю она видела никто не видел кроме нее как вы думаете я имею право верить тому человеку который однажды имел семь бесов внутри когда иисус изгнал семь бесов и и однажды этот человек пришел сказал что после после того когда его погребли да то есть и тут она видела его и она приходит и говорить своим братьям в первую очередь на нее думают ненормальная мы его похоронили человек хоть и слушал слова божья но он не верит будущее он не верит в будущее он хочет быть как бы христианином хочет быть верующим человеком но они берет в будущее о чем говорил иисус Христос. Если христианин сегодня не верит в будущее, значит, он неверующий человек. Он не верит. Мы же знаем, что Христос воскрес. Мы верим в это? И Он сидит одесною Бога, одесною Отца. Мы верим? Но вот иногда поступки человека, они показывают, что человек не верит в то, что Господь однажды сказал. Он не верит в будущее. Ему нужно жить настоящим, вот сейчас вот. Это так легче жить. Поэтому апостол Павел говорит, что мне жаль таких людей, которым Христос нужен только в этой жизни. Несчастный тот человек, который надеется на Иисуса Христа только в этой жизни. Только вот сегодня мне нужен Он. А завтра как бы так разберемся. Дальше. После этого явился в ином уже образе. Я хочу, чтобы вы услышали, что Иисус делал. Он сначала пришел к Марии Магдалине, а потом пришел к другим ученикам в другом уже образе. Вот что значит тело. Другое. Прославленное уже. Славное. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Мария пришла. Не поверили. Ну ладно, Мария, окей. Женщина. Что же делать? Женщина. Что-то опять у нее там. Наверное, бесы опять вошли. Кто его знает? Что он там говорит? Ладно, женщины. Ну окей, поверили. Ученики пришли. Говорят им, мы видели Иисуса Христа воскресшим. Живой он. И люди не верят. Ну вот теперь самое интересное, друзья. Мне всегда нравится это место, потому что самое интересное тогда, когда Христос приходит в твой дом. То, что я говорю, тебя не устраивает. То, что я проповедую, вас не устраивает. То, что я провозглашаю, людей не устраивает. Им не нравится. О чем мы говорим? О чем мы проповедуем, им не нравится. Я сейчас говорю о мире. Когда ты миру свидетельствуешь этому, говоришь об Иисусе Христе, ему что? Неинтересно, не нравится. Это вчерашний день вообще. Кто такой Христос? Ну да, что-то было там какое-то. Но то, что ты проповедуешь, то, что ты говоришь, что мне нужно измениться по отношению друг к другу, и нас учит Христос об этом, то нет. Вот что-то я не хочу. Я не могу поверить в это. Я не верю. Значит, человек не верующий. То, что он верит просто в Иисуса Христа, это одно. А то, что он тебе сказал делать, и какой ты сегодня. Так вот, самый интересный момент, когда он приходит уже именно к тебе в дом. Лично. Заходит к тебе. Вот к тем ученикам, которые не верили. А приходит к своим. Вы знаете, что самое интересное? Я замечал в жизни, неоднократно причем, замечал в жизни, что если человек, я как-то часто вам говорю о детях. Хорошо, давайте возьмем детей. Я говорю о детях. Давайте о детях, это самый простой вариант. Я всегда провозглашаю о том и говорю, что Бог восстановит. Он восстанавливает. Почему? Потому что Писание так говорит. Спасешься ты. Мы верим в это? Мы в это верим или нет? Да, мы верим. Но. Есть вот это вот но, оно очень большое и огромное, что я не могу как-то уследить за ним, как-то я не могу успевать за ним. Но есть вот такое огромное но. Вроде бы я верю, но есть но. А мне же нужно исправляться. Не ему, а мне нужно исправиться. Мне нужно довериться моему Господу. А вот это вот но, оно мешает. Мне исправиться лично. Поэтому дети иногда не верят в то, что мы им говорим. Они даже могут ходить на собрания, но могут быть неверующими людьми. Они так поверхностно знают, верят. Почему они так думают? Потому что это наша вера с вами. Это наша вера. То же самое сосед, которому ты сегодня проповедуешь, можешь говорить. Родственники, близкие вам, родные люди, это первые люди, которым вы посвящаете свое время для проповедования, для свидетельства. Вы проповедуете, мы свидетельствуете. Я не поверю, чтобы вас никто, из вас никого нету, чтобы кто-то не говорил об Иисусе Христе своим родственникам, близким. Все же говорили, наверное? Говорили. Да это не можно. Это от нас не отнять. Это в нас. Это наша жизнь. И мы обязаны об этом говорить. Если ты не хочешь, плоть твоя не хочет, Дух будет говорить. Дух через тебя, и даже Дух Святой однажды скажет. Если ты даже не хочешь, Он скажет, надо верить. И все. Хотя бы даже так. И тебя обличит, и того обличит, у кого-то в гостях сейчас. И вот Христос однажды посетит этих людей, детей, родственников, близких. Он посетит. Мы в это верим? Вот. Мы тоже в это верим. Мы хотим в это верить. Почему? Потому что Писание говорит, спасешься ты, и весь дом твой. Аминь? Поэтому мы должны вот быть верующими. Если я верующий, то я до конца должен быть верующим. Вера моя сопровождается делами. Вера без дела, она какая? Мертвая. Так мы этих мертвых, мертвецов сегодня видим кругом. Не эти, которые уже лежат, а вот, которые ходят даже. Ходят, живут среди нас. И вот, самое интересное, дальше. и наконец явился самим одиннадцати. Наконец-то явился им. Возлежащим на вечере. И что он делал, в первую очередь? Вот мне вот это нравится. Хотя это никому не нравится. Ведь никому не нравится, когда вот здесь вот проповедник стоит и обличает народ. Обличительная проповедь сегодня неинтересна. Она просто будоражит нас. Она нас, ну, не ведет ничему хорошему. Ну, я просто говорю тогда, что люди думают. И говорят, ну, что ты опять негатив тут проповедуешь? Что ты нам тут негатив несешь? Если взять всю беседу, все послание Иисуса Христа, о котором он, что он говорил, да, так вот он вдохновлял простых людей, обычных людей, вдохновлял, обещал. Если вы будете делать, исполнять, то вы унаследуете. А фарисеев и книжников он обличал. И мы такие, знаете, вот такие люди, мы вот такие удивляющие люди. Нам нравится, когда обличают фарисеев и книжников. Нам очень нравится. Нам нравится такой Иисус, который фарисеев и книжников обличает, а нас нет. А за что нас-то обличать? А вот он пришел к Одиннадцати к этим и говорит, написано, «Наконец-то явился самим Одиннадцати возлежащим на вечере и упрекал их». Упрекал их за неверие их. Обычно он говорил к фарисеям и книжникам, что вы жестокий народ. А здесь он говорит к ученикам, вы какие? Читаю. Вы жестокосердие у вас. Вы жестокосердные. Тоже жестокие сердцем. Не только фарисеи, но и вы, как ученики, один из учеников. Он упрекал их, то есть он их обличал и говорил, что вы жестокие сердцем. Неприятно, да? Что видевшим Его, то есть видевшие те люди, которые видели Его, воскресшего, вы не поверили. И теперь он говорит, первое, обличительное слово, то есть, когда Иисус приходит, и вот то же самое будет происходить и с нашими детьми. То же самое будет происходить и с родственниками вашими, и близкими вашими. Потому что вы верите в то обетование, которое Бог прописал уже в Слове Божьем. А я и дом мой будем служить моему Господу. Я верю в это. Но, вот это вот огромное но, мы должны его вообще убрать. Почему? Потому что я должен быть проповедником. Они не услышат ничего, если ты не будешь свидетельствовать и говорить. Правильно или нет? И говорит, сначала вы изменитесь. Он обличает сначала, укоряет их. Он приготовляет нас. И чтобы мы не были жестокими с сердцем. И потом он продолжает свою речь. Вот смотрите, какую речь продолжает. И сказал им, идите теперь по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Как хочешь. Идешь и проповедуешь Евангелие всей твари. Будет он тебя слушать? Не будет тебя слушать? Будет он верить? Или не будет верить? Жестокий он с сердцем? Нежестокий с сердцем? Но слово мое будет обличать его. Но ваша задача идти и проповедовать слово мое. Ведь от проповедования слова, от того, как мы с вами свидетельствуем, мы с вами растем. У нас есть духовный возраст. Мы не можем оставаться на одном и том же положении в младенчестве. Мы не имеем права быть и питаться постоянно этим молоком. Мы должны с вами расти. Мы должны с вами расти и умножаться, причем написано. И умножаться. Кто будет веровать и креститься? Вот два варианта. То есть не два варианта, а вот такой вот вариант. Кто будет веровать и креститься? Не просто веровать, но и креститься. А вот крещению нам нужно человека подготовить. А как я могу крещение подготовить человека? Я сегодня могу подойти к человеку и спросить у него. Ты верующий человек? Да, я верующий. Ты веришь в Иисуса Христа? Верю. А ты крещение принимал? Преподавали тебе крещение? Нет. А что это такое? А зачем оно мне надо вообще? Это вот у еретиков, ну не у еретиков, как обычно говорят, сектантов там, да? Что-то делают там. А зачем мне креститься? А чтобы он крестился, тебе нужно рассказать. Рассказать тебе нужно об Иисусе Христе. Зачем ему нужно креститься? Вот сразу же в создательство вопрос. А что я должен говорить этому человеку, чтобы он крестился? Нам нужно даже подводить нашим родственникам и близким именно такую проповедь, такое свидетельство, чтобы он понимал, для чего человек должен креститься. Почему говорят люди о крещении? Ведь многие сегодня люди приходят даже в церковь. Не в нашу. А вот есть такие традиционные церкви, где люди приходят, каждый второй может прийти и принять причастие. Сам того не рассуждая вообще. Что это такое? У него когда спросишь, он говорит, не знаю. Все делают, и я делаю. Даже все крестятся, и я крещусь. А Янух спросил у Филиппа, а можно ли мне креститься? Что он ответил? Если ты веришь, как? Всем сердцем, то можешь. А ведь до крещения ему нужно было объяснить аж с Исаии 53 главы, кто такой Иисус. Он не понимал. Но пока они ехали, он понял, кто такой Христос. И что говорило Слово Божие об Иисусе Христе? И тогда он понял, что ему нужно креститься, обязательно креститься нужно. Если ты веруешь всем сердцем, можешь. Да и нужно креститься. Нужно. Крещение обязательно. Крещение почему делают крещение? Потому что ты даешь обещание, не просто я буду верующим человеком, я верю в Иисуса Христа. Нет, нет, нет. Для чего крещение? Ты умираешь. Ты погребен. Ты умираешь. Для греха. Ты умираешь для греха. А вот дальше ты воскрешаешься. Ты воскрес из этого мертвого человека, ты становишься новым человеком, живым человеком. Отсюда твое рождение. Отсюда твое рождение. Родившееся от воды и духа. Вода. А потом духовное рождение. А это рост. А к этому нужно всегда идти. И с этим нужно всегда идти и думать об этом. Что нам нужно возрастать. Мы не имеем права оставаться на одном положении и питаться тем самым, что я вчера питался. Я это хорошо понимаю, поэтому я и слушаю. А это я не понимаю. Мне тяжело понять. Так расти. В школу, например, вот самый простой пример. Я тут часто вижу, выставляют на фейсбуках своих детей. Люди. И выставляют. И они говорят, тебе нужно идти в школу. Они говорят, не хочу я идти в школу. Зачем мне туда ходить в школу? Да зачем мне этот предмет нужен? Зачем мне эта математика нужна? Ну зачем? Я хочу быть пожарником. Зачем мне эта математика нужна? Ты хочешь быть пожарником? Да, хочу быть пожарником. Так что тебе нужно? Так ему нужно изучать, как водой поливать. Все. Вот это вот. Вот это вот. Я пожарник. Все. И вот для него мир такой пожарник. Я пожарник. Буду спасать людей. Мне математика не нужна. Мне литература не нужна. Мне география не нужна. Мне ничего не надо. Это зачем мне это нужно? Я пожарником хочу быть. Я возьму сикалку и буду сикать. Все. Мне больше ничего не надо. С детства уже все пожарники. И он сидит, плачет. Не хочу, не хочу идти в школу. Зачем мне это надо? Вообще зачем мне это нужно? Мама-то ему и так, и так объясняет. Зачем тебе это нужно? А он не хочет. Вот так и мы ножками дрыгаем. Не хотим расти. Не хотим учиться. Но нам нужно расти, друзья мои. Мы обязаны расти. Мы же не хотим быть где-то так, узнаете. В первом классе быть, да? Поэтому здесь посмотрите. Им было очень прекрасно. Хорошо жилось, в принципе, ученикам. Но он их упрекал. И он сказал, что вы жестокие сердцем. Так что давайте-ка, ребята, что вам нужно сделать? Идти и проповедовать Слово Божье. А чтобы идти и проповедовать Слово Божье, его нужно изучать. А ведь в мире всяких разных людей ты найдешь. Всяких разных людей. Есть ребенок, есть подросток, есть молодежь, а есть ученые люди. А кто этим ученым будет людям говорить? Они тебя заткнут сразу же. Не, так не пойдет дело. Я понимаю, что не все мы такие, знаете, можем, имеем право пойти к ученому человеку, или к какому-нибудь философу, или же, допустим, к профессору какому-то. Не каждый, конечно, это сможет. Но есть такие люди. И опять же, чтобы пойти даже к этому профессору, как профессор, ему нужно выучить многое, что и понять многое, что, чтобы сказать ему, объяснить ему, расчертить математически, там, формулами даже. Я смотрел даже, я не знаю, конечно, для меня это вообще, это, наверное, высший разум уже, наверное, там, формулами доказывают, что Бог есть. Врачи, ученые доказывают, что, посмотрите, в ДНК все прописано, что Бог существует. Где они там нашли, я вообще не вижу ничего. Но они-то знают, и они показывают, и люди делятся, понимают уже. Вот, на самом деле, Бог существует, Бог есть. Ну и слава Богу, что так есть. А люди все равно не верят. Я вообще удивляюсь тому миру сегодня. Им все рассказывают, показывают, все мы видим. Все равно не верят. А вот лжи, человек как это быстро, знаете, расположен ко лжи. Весь мир, в принципе, лежит во лжи. Поэтому Иисус сказал, что торопитесь, торопитесь, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие все твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Амин? Будет спасен. Поэтому есть вот эта вот категория, что он должен веровать и креститься. И кто не будет веровать, тогда будет осужден. Он попадает на суд. А ведь верующий человек, который реально верующий человек, который возрастает в истине, который растет в истине, который не просто сегодня один день живет, а завтра мне не нужно. Потом завтра опять приду, как-нибудь почитаю и все. Нет, 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 мы должны расти. Поэтому, чтобы нам не... Еще раз хочу сказать вам о том, что если мы не хотим судиться с этим миром, то нам нужно судиться уже здесь. Поэтому суд начинается с Дома Божьего. Суд сейчас уже проходит. Он уже идет, суд сейчас. Вы знали об этом? Что суд уже сейчас идет над нами. Суд начинается с Дома Божьего. Пока мы живы на этой земле, мы, написано, судим самих себя. И если вы будете судить сами себя, то не будете осуждены с этим миром. Ну, так говорит апостол Павел. Я цитирую его послание к нам всем. Значит, вывод один. Значит, я должен судить себя. Значит, если судить себя, я должен вникнуть в себя. Какой я сегодня? Правильный, праведник или неправедник? Я должен акцитировать внимание на свое состояние и на свое духовное образование. Ведь Дух Святой с чем соединяется? С плотью? С кем он соединяется? С Духом. И со Словом Своим. Другого решения нет. Это не другой путь. Это плотской путь, о котором мы сами желаем. По плоти жить. Ведь мы не призваны по плоти жить. Мы призваны быть детьми Божьими. Поэтому мы должны понимать, что значит жить по плоти, а что значит жить по духу. Потому что мы знаем с вами, что кто живет по плоти, тот умрет, погибнет. Или судиться будет с этим миром. А ведь верующий человек, который истинный верующий человек, который познает истину, который желает познавать истину, потому что если он это будет делать, то ты не будешь грешить. Ты не будешь успевать это делать. Ты будешь всегда познавать своего Господа. Поэтому такой человек, написано, он не приходит вообще на суд. Он оправдывается сразу же через имя Иисуса Христа. Но опять же, не все так просто опять. Опять же, не так все просто. Я оправдываюсь через имя Иисуса Христа. Но опять же, не так все просто. Вера без дел мертва. Мы должны что-то делать. Мы должны не просто быть верующими, но уже что-то делать. И поэтому Он дал задание не только Своим ученикам, но Он дал задание и так же и нам. Аминь. У верующих же будут сопровождать эти знамения. Вот он перечисляет. У верующих людей, именно у верующих людей будут сопровождать знамения. И вот здесь начинается очень самое интересное, о чем в принципе сегодня многие верующие люди говорят. Говорят, да не понимают, что говорят. Ну реально, а мне больно. А знаете, почему говорят так? От незнания, от непонимания я буду пожарником. Я буду пожарником, остальное мне не нужно. А если я буду пожарником, значит, мне все принадлежит. Мое, значит, хочешь ты... И здесь у верующих же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Знаем об этом? Изгоняем бесов. Я сейчас буду перечислять. Мы же верующие люди. Мы уверовавшие с вами. И вот здесь вот это. Вот вас будут сопровождать эти знамения. Знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. О! Ну это классно. Это мы говорим. Новыми языками. Можем даже учить языки. В принципе, и новые языки. И будем учить, и говорить. И знамения есть сопровождающими, которые говорят на иных языках. Это классно. Это мы об этом говорим. Это мы провозглашаем. Это мы имеем. Дальше. Будут брать змей. Знаете, я хочу, чтобы вы слушали внимательно. Вот будьте внимательны сейчас. Это Иисус говорит. Вот если бы Он сегодня сказал бы так. Он говорит. Вы уверовавшие. Вот вы уверовавшие. И будете брать змей. Да. И сейчас я хочу спросить у вас. Кто из вас брал когда-нибудь змею в руки? Пускай даже она не ядовитая. Пускай она даже не кусается. Кто брал? Так. Олег есть. Брал. Ужас. Видите. Он соблюдает учение или нет? Нет. Я сейчас хочу спросить у вас сейчас. Вот он взял змею в руки. Он соблюдает Писание? А давайте. Я хочу задать вопрос. Вопрос вам сейчас задаю. Здесь написано. Будете брать змей. Олег взял змею. Он правильно сделал или нет? Рисковал. Дети еще были. И он пугал всех. Он пугал еще всех. Но она ядовитая была. Вот. Ну и ядовитая. Вот когда мы знаем, что она ядовитая. Тогда я беру ее. А если она ядовитая? Ну, ко всем же змеям идет речь-то. Вот. Вот. Это хорошо. Так, нет. Теперь смотрите. Следующий вопрос задаю сразу же. Ему нужна вера или нет? Нет, ему нужна вера. Нет, он берет змею. Ему нужна вера. Тебе нужна была вера-то в тот момент? Вера в то, что ты не будешь укушен. Но ты ее взял. Скажи теперь все вместе. Это нормально или нет? Нормально это? Тогда глупость была. Окей. Тогда мы можем списать это. Сейчас взял бы, например, кобру. Ну, давайте я о кобре. Давайте поговорим о кобре. Что? А, зачем далеко? Тут ужа не взять. Зачем так далеко? Ну, змеи. Я же говорю про змеи, друзья мои. Про змеи я говорю сейчас. Это вот змеи. Но они же ядовитые бывают, змеи. Не все же ядовитые, да. Но есть вот ядовитые в основном. Ну, змея, змея. Да, змея, она и змея. От нее и яд исходится. Змея. О, сейчас я как раз вот. И, кстати, вот одна из сект, да. Берущих такие вот. Одна из сект, которая называется берущий змей. Но, опять же, ну, сам же этот паспорт. Паспорт уже и умер, как бы. Он укушен был. Да. И он практиковал. Прям в церкви практиковал. Брал большую змею, кобру, да. Там это на себе, там, показывал, там, туда-сюда. Потом другим давал. И он говорил, что хотите быть верующими? Вот берите в руки змею, пообщайтесь с ней. Вы же верующие, и вас не укусит она. Вас она не укусит. Если даже... Если даже укусит, то не умрете. Я хочу, чтобы вы рассуждали, друзья мои. Спортивная, да. Спортивная, да. Друзья мои, да, тут по себе не нужна вера, по идее-то. Это не верующие люди. Это просто тут идея одна. Надо изучать моменты. Это чтобы взять какую-то змею, там, да, или что-то как-то, чтобы ее подобрать, там, убрать, там. Нужно, нужно, как сказать, учиться этому, да. Образование должно быть, правильно? Вот такое вот. Здесь вера так таковой не нужна. Он может быть неверующим человеком, буквально. Он неверующий, он не верит в Иисуса Христа, он вообще в Бога не верит. Он верит в себя. Этот человек верит в себя, в свои силы, в свое образование. И он знает, что я должен взять ее так, подойти вот так, взять ее за хвост, а потом уже голове идти. Нельзя наоборот, ты не сможешь, потому что она стоит, обороняется, правильно же? Это же глупость будет, если ты напрямую пойдешь. Но есть такие люди, которые знают даже и делают еще, и ударяют по ней. Пум, она сидит, молчит, и опять ударят. Надо же как-то обращаться с ней. И вообще удивительно. Да, мы сегодня смотрим эти вещи все, и я удивляюсь. Но это не верующие люди. Это просто те люди, которые знают с детства, как с ними обращаться. Вот и все. Это их учение. Это их просто как бы образование, их нет, с этими змеями. Вот и все. Здесь вера не нужна. Но здесь, он говорит, у верующих будут сопровождать знамения. Знамения, знамения, знамения. А мы все хотим знамения или нет? Мы всем хотим чудеса, знамения. Так вот вам чудеса. Хотите чудес? Давайте показывать чудеса. Так, это секта вот эта вот, да, которая, хотя он сам уже умер, да, я не знаю, сейчас она существует или нет, но будет в момент. Вот как вы, верующие люди, вы Иисуса Христа, вы бы ходили бы в такую церковь? Никогда. А если даже и пришел бы, ты бы, Эрика, взяла бы змею эту? Никогда. Никогда. Он сказал бы тебе, да, ты не верующий, значит, ты не спасенная. Значит, ты не спасенный человек. О, мы приходим к правильному моменту. Правильно, Олег. Это искушение. Это искушение. Правильное искушение. Это искушение. Мы сами искушаемся. Мы сами искушаемся. Мы сами искушаем. А потом хотим. Боже, исцели меня. Боже, помоги мне. Так что ж ты меня просишь, что-то сам залез туда, в болото в это? Ты что, не знаешь, где купаться надо? Зачем ты в болото полез туда? А нет, я хочу здесь вот. Я верующий. Что значит верующий? Я пошел и сделал. Вы все согласны с тем, что это искушение? Искушение? То есть к вере это не относится. О, хорошо. Сбросься вниз и понесут тебя ангелы. Это же в Писании написано. И понесут тебя ангелы. Вы бы прыгнули бы. Мы не глупые. Правильно. Мы не глупые. Мы должны быть мудрыми. Я же не идиот. Если я верую, смотрите, нам кажется, что, вот я говорю вам правду. Мир сегодня, он даже сам говорит. Посмотри, верующие идиоты. Они так говорят. Напрямую прям. Вы идиоты. А почему? Ну, потому что готовы на все. Вот, когда мы вам говорим, например, говорит Писание нам, да, вот сейчас вот Олег как раз подтвердил это, сказал, что Иисуса дьявол взял и сам его, то есть он не сам туда пошел. Вы понимаете? Иисус не сам туда пошел. Он взял его и поднял туда, поставил на краю храма. И говорит, бросься вниз. Вопрос, почему, да? А потому что написано в Писании, и понесут тебя ангелы. И не приткнешься о камень сей. Ты верующий? Верующий. Ну, давай, лети. Сейчас мы проверим и испытаем. Другой момент был, сразу же говорю вам. Во времена Советского Союза, когда были страшные, страшные гонения на христиан, верующих людей, как и бисты, когда сидели, например, в своем кабинете, вызывали верующего человека, ставили его, ставили стакан с ядом и говорили ему, вот здесь вот стакан с ядом, выпей его, вам не повредит. Ну, скажите, я идиот или нет? Буду я пить или нет? Ну, вы все скажете, я не идиот. Что у меня, идиотом выставляете меня? Я не буду этого делать, я не буду это пить. Хорошо, другой вариант есть. Беру вам два стакана. В одну наливаю воду грязную, а в другую чистую. Теперь, как вы здравый человек, с какой вы будете кружки пить? Чистую воду. Вы будете пить чистую воду. А он скажет тебе, так ты помолись над грязной, и она будет чистая. Они же издевались так. И очень часто издевались над верующими людьми. Очень часто. И ставили перед фактом, потому что они ворились в Писании. Если человек не знал Писание, да, я сделаю. Сделал и умер. Это глупость. И мы все это прекрасно знаем, что это глупость, что мы так делаем. Человек попадает в просаг, попадает в глупости только тогда, когда он не образованный. Когда он слабо образованный человек. Когда он еще не достиг определенного уровня. Что Писание нам единственное говорит и обещает? Я сейчас скажу вам. Что Бог нам обещает? Он говорит, что и волос твоей головы не упадет. Почему? Потому что я буду тебя охранять, оберегать, Бог говорит. А почему он так говорит? Почему он всегда говорит, я отец сиротам, вдовам и одиноким людям? Почему? Потому что у этих людей нет защиты. У них даже нет денег, чтобы получить какое-то образование, чтобы жить в этом мире. У них нет даже финансирования. Поэтому Бог сказал, что я отец этим людям. И если кто-то, даже из верующих людей, будет их обижать, я накажу верующего человека, а не его. Его я вообще трогать не буду. И справедливое Писание говорит нам, что Бог именно находится на этой стороне. Кого обижают. Поэтому и Павел говорит, не лучше ли вам остаться обиженными? И чтобы понять даже слова апостола Павла, нам нужно образование. Нам нужно вникнуть в это, то, что говорит Писание. И вот то, что говорил даже Иисус Христос, нам сегодня как-то, знаете, мы вырываем некоторые вещи из контекста, когда нам удобно это. Нам удобно, и мы вырываем из контекста. А вот Гриша очень хорошую фразу сказал. Если тебя укусила змея, умрешь, да не сразу. Умрешь, но не сразу. Что произошло в Эдемском саду? Нет, вы не умрете. Сейчас да, нет. Это же не говорилось. Вот прямо сейчас, если ты съешь или получишь, то не сейчас ты умрешь. А умрешь, но об этом-то он не говорил. Он сказал только одну фразу, что и мир сегодня говорит. Нас сегодня испытывают, проверяют. Нет, не умрете. И мы можем погибнуть только в том случае, когда мы знаем Слово Божье и сделали глупость в своей жизни. Я понимаю, есть такое слово, как от незнания. То есть, когда ты не знаешь и взял, и получил вот этот укус, укус, например, да, то, возможно, Бог и сохранит. Возможно. Вот. От ситуации. Вот о чем я уже говорил, да. И вот здесь написано. Будут брать змей, и если что, спиртоносные выпьют. Мало того, ты взял змею, налил из нее яд, и с этой змеи вылил, и еще и выпил. Я верующий человек. Мне не повредит, да, я красавчик. Мне не повредит. А в наше время сегодня еще, знаете, вообще удобное. Сам себе режиссер, да, еще лично сам видел. Он снимает себя, снимает укус змеи, и думает, что он ему ничего не повредит. Он заснял свою смерть. Реально снял смерть. И он умер. Прям миллион просмотров. Звезда. А его нет. Зато звезда. Павел Иванович. И думал, что вот так вот. Он знает. И он знает. Но это что получается? Это получается искушение. Ты искушаешь. Ты сам лично туда входишь. Это обольщение. И вот дьявол сегодня так же делает. Он как в Идамском саду делал. И он так же обольщает. Вы думаете, что? Вы думаете, что дьявол, если говорил Иисусу, бросься вниз? Иисус сам не пошел. Еще раз хочу вам заметить. Не Иисус сам пошел на эту крышу и встал там, как самоубийца. Дьявол его туда поставил. Он даже туда не шел. Нет, он его туда поставил и говорит, бросься теперь вниз. И раз вы думаете, как вы думаете, дьявол знает эти слова, то, что сказал Иисус, если написано в Писании? Знает он? Он их использует или нет? Использует? Конечно, использует. Конечно, он будет использовать и сегодня эти же самые места, эти же самые фразы. И сегодня они говорят, вырвавшие из контекста слова. Я просто почему? Я говорю, вы просто начинаете понимать меня. Почему я говорю вам? Потому что у меня тревожное сердце на сегодняшнее время. И я говорю вам о том, что Бог дает мне сегодня, чтобы я был, не где-то ходил вокруг да около, а чтобы я конкретно говорил к народу. Чтобы народ мой избавлен был. Наоборот, чтобы он не входил в это искушение. Чтобы он не входил в обольщение. Чтобы понимал, что нельзя вырывать из контекста Писания, когда тебе это удобно или выгодно. Нельзя делать так, чтобы было это выгодно. Выгодно мне Писание вот это вот. И я вырвал из контекста и всем провозглашаю. А вот так вот написано. Но не об этом написано. Значит, ты человек необразованный. И в этом я что имею в виду? В этом есть беда. Беда верующего человека. Это беда. Вот слушал тут одного пастора. Он говорит, что приходят люди. Люди часто приходят и спрашивают. То есть советуются. Люди знают, это пастор, и с ним нужно советоваться. Почему? Пастор тот человек, который поставлен, и Бог с ним говорит. Это первая позиция о том, что мы должны знать и понимать. Это порядок. Мы об этом говорим всегда. И обычно говорит зедонец о порядке и дисциплине. Мы в это верим или нет? Мы же хотим, чтобы в доме нашем был порядок и устройство. Да? Кто мне глава? Женщины, кто глава вам? О, дает. Вот так вот. Вот так мы и живем. О, друзья мои, да здесь еще надо в этом разбираться. Кто здесь глава? Кто главный в доме? Я. Выходи, не выйду. Я в доме хозяин, не выйду. Выходи, не выйду. Ну, кто старший в доме? Кто главный? Муж или жена? В семье. В семье, да. Я про семью говорю. В семье. Кто главный-то? По бумагам муж. По бумагам. Давайте первую бумагу возьмем. Первая бумага вот здесь вот. Мы как верующие люди, мы говорим отсюда. Кто? Кто? Вот. Уговорили. Господи, ты меня уговорил. Муж. Наконец-то, Оля, ты поняла. Спасибо. Спасибо. Да. Порядок устройства. Если мы будем это понимать, если мы это даже поймем, то здесь будет все время проще. И в Слове Божьем то же самое. Мы не будем плавать в Слово Божьем. Мы не будем вырывать из контекста, потому что если не вырывать из... Вот. Я вам не вырвал из контекста. Просто взял фразу. Оп. Делайте и все. Я же не сказал вам. Видите, написано. Написано, змей будете брать. Давайте. Так, змею несите. Быстро несите змею. Сейчас будем змею брать. Написано же, давайте будем змею брать. И ничего не повредит вам. Давайте. Так, принесите яд. Зидонец, принеси яд. Мы сейчас выпьем с тобой. Не мы с тобой вообще. Мы не будем пить. Кому-нибудь дадим, кто тут верующий. Мы же верующие. Давайте будем испытывать. И мы испытаем, кто из вас верующий. Посмотрим, кто верующий больше, кто меньше. Оп, умер. Ой, неверующий. Умер неверующий. Это идиотизм, правильно же? И вы сразу скажете, вы что, идиоты что ли? Вы что? Это секта. Это не церковь. Мы вырвали из контекста. Вот так вот рождаются секта. Вот так вот рождаются ереси. И мы в этих ересях, скажу честно, мы участвуем в этих ересях. Мы можем быть участниками в этих ересях, потому что мы не поняли вообще смысл этого писания. Вот, друзья, я вообще застрял здесь, наверное, надолго, кстати. Так вот, и если что, смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Ну, это ж куда же. Это правильно, это надо, да, это уже мы делаем. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Аминь. С этим согласны? Здесь можем вырвать из контекста уже. Здесь уже можно вырвать. Возложат руки на больных, и будут здоровы. Или нельзя вырвать? Нельзя вырвать. Нельзя. А знаете почему? Потому что Иисус говорит, что идите проповедуйте Евангелие всей твари, и крестите их. Нужно объяснить людям, нужно дать понять, почему мы должны молиться. Люди даже не знают и не верят вообще ни во что. Мы, как верующие люди, как верующие люди, мы должны объяснять, мы должны проповедниками быть. Поэтому и Павел говорит, вы должны быть уже учителями. А вы все что-то там где-то в искушениях, все вырываетесь из контекста, что-то там непонятно. И живете, как будто вы такие вот прям блаженные все. Но попадаем в проблему. И этих проблем, к сожалению, очень много. И мы сегодня в таком мире живем, в такое время живем, где вырванное слово из контекста, вот просто, будут брать. Если что смертоносное, особенно вот это вот слово, оно вырвано так, и оно нам сегодня проповедуется на каждом углу. Если смертоносно, что выпьешь, то не умрешь. Да, вот эту вот грань надо найти. Почему я оправдываюсь этим местом из Писания? Почему я оправдываюсь этим Писанием? Это все равно, что тебя дьявол берет, ставит на храм, на крыло храма и говорит, бросься вниз. Это все равно, что мы вспоминали как раз, да, сейчас я возвращаюсь, напоминаю вам весь вывод. Это все равно, что Кагибис тебе наливает стакан с ядом и говорит, выпей. И он тебе вырывает из контекста и говорит, выпей, тебе же не повредит. Докажи, что тебе не повредит. Докажи, что ты верующий человек. Докажи, что Господь есть. Докажи. Если Иисус этого не делал, то кто мы с вами? Почему мы вырываем из контекста? Почему мы оправдываемся? А ведь Иисус мог бы скрыгнуть, сказать, о, полетел, лечу. И меня ангелы. Да, ангелы, где вы, ангелы? Давайте меня, несите. Мне раз, это же... Вы знаете, что самое страшное? Теперь самое страшное, вернее, даже не самое страшное. Я скажу, что это самая нужная вещь. И написано в Писании, что послушание больше, нежели чего? Послушание больше, нежели жертвы. Что Бог от нас хочет? Послушание. Послушание – это и есть поклонение. Чтобы вы понимали. Послушание – это и есть поклонение. Это больше жертвы. Вот сейчас, в данное время, послушание – это больше жертвы. Что дьявол хочет сделать? Он хочет, чтобы его слушали. А если ты поклонишься ему? Я не поклоняюсь ему. Дьявол, запомните мне. Вот еще раз хочу сказать, чтобы вы запомнили это. Дьявол никогда по всему Писанию... Вы посмотрите Писание, изучите его. Посмотрите его даже, просто проверьте. Он никогда не говорил напрямую тебе. Он только Иисусу сказал, что поклонись мне, и я тебе дам все богатства твоего мира. Но он не говорит так нам сегодня. Поклонись мне. Он говорит так хитро, что ты входишь, если ты человек незнающий, то ты можешь легко войти в обольщение. И он тебя использует. Он может тебя использовать. А почему он так делает? Он хочет послушания. Он хочет, чтобы мы слушали его. Он не говорит поклонись мне. Он говорит так, чтобы ты послушал его. То же самое совершила Ева. В реальности она вошла в поклонение. Она послушала его. Вот что дьяволу нужно. И если ты дьяволу послушный, то есть ты слушаешься уже не Бога, а слушаешься дьявола, то ты идешь в поклонение к нему. Поэтому и часто очень Иисус говорил к фарисеям, к тем же людям. Он объяснял, что у вас отец дьявол, потому что вы слушаете его. Вы поклоняетесь ему. Вы его слушаете. Он так и сказал. Вы слушаете своего отца. У нас отец один, Авраам. Нет. У вас отец другой. Вы слушаете его. Слушаете его. Слушаете его. Поэтому нам нужно быть очень аккуратными и очень осторожными в наше время. Вы не думайте, что если мы в комфорте, значит, у нас все, знаете, значит, все хорошо. Нам ничего не приключится. У нас ничего не будут испытывать, проверять. Сегодня очень время лукавое. Честно скажу. Лукавое время, обманчивое время. Там, где вырывают из контекста. Знаете, почему обманчивое время и очень сложное время? Потому что сами же христиане вырывают из контекста и преподают христианскому миру. И человек, так и описано в Писании. Это можете проверить. И человек, который слушает и льстит ему слуху, ему нравится. Сегодня такое время настало, как написано в Евангелии. Настанет такое время, когда сами себе будут избирать учителей. Сидя в одной церкви, мы можем избирать себе учителей. Не этот учитель, а учитель другой. Ты не посоветовался своим учителем. Ты не посоветовался своим пастором. Вы знаете, вот откровение, в откровении, там было послание ко всем церквям. И оно все разное. К всеми церквям, и оно было очень разное. К ангелу такой-то церкви напиши, да? Поэтому у нас то же самое, так же. У нас свое есть послание. Призвание, послание, что Господь от нас хочет сегодня. Поэтому Бог говорит напрямую с тем человеком, который поставлен здесь. Это порядок и устройство. Это порядок и устройство. То же самое, как в семье. И это семья. А мы составляющие тела Иисуса Христа. Это еще больше, понимаете? Поэтому я не могу сделать сам, без ведома головы, что-то. Даже к Иисусу Христу я не пойду, а вот послушаю другого. Или сделаю так, как мне угодно. Сам себе режиссер, короче говоря. Вот поэтому Иисус и пришел, и сказал к этим 11, и говорит, что я... Ну, то есть, он укорял их, да? И сказал, что они какие? Жестокие сердцем. Жестокие сердцем. Вот как бы и нам не оказаться такими жестоковыдными, то есть, жестокими сердцем. Хотя, кажется, у нас все замечательно, все везде, у нас порядок и так далее. Вот. Ну, раз я уже начал говорить на эту тему, да, и хотел бы немножко продолжить. Да, кстати, вот помните, на острове Мелит, когда был апостол Павел, да? У него что-то, что укусило там? Вот его змея реально укусила. Он этого хотел? Отвечать. Не хотел. Он знал, что она будет вылезти? Не знал. А вот люди, которые сидели рядом, они думали, что вот сейчас он умрет. Вот реально, они думают, что он сейчас умрет. И здесь знамение. Вот здесь знамение срабатывает. Это Божья справедливость. Это Божья. Вот это вот Божья воля, да. Вот о чем говорил Иисус Христос. И он просто стряхнул ее, выкинул в огонь и так далее. И общается. Те сначала подумали, что он, Бог его судит, раз змея-то укусила. Значит, сейчас помрет и вот все, кирдык ему. Значит, знаете, и вот он не знал, да, что произошло. Но потом они поменяли. Когда он видит, что он уже, время-то должно было быть, пройти, он должен был умереть, но он не умирает. Они сказали, он не человек. А кто? Он Бог. Ну, для них свидетельство было, да, действительно. Он так и есть. Вот это вот чудеса и знамения. Вот так они работают. Вот это правило работает. Это формула. А не так, как мы напридумывали, вырвали из контекста, и теперь я буду пить, есть, что угодно, не проверявший, ничего не смотревший. Или даже знавший, даже зная и делая, ты попадаешь в искушение. Сразу говорю, это обольщение. По-другому нет. Человек попадает в обольщение так, как он считает. Это значит, так надо. Бог нас иногда предотвращает эти ошибки. Зачем нам делать, потом страдать или, умирая, уже потом каяться? Поэтому нам, пока вот живые, пока действующие, пока в нужной форме, в правильной форме, и зная эти все формулы правильной жизни, вот и Иисуса Христа, мы должны уже сегодня быть в правильном состоянии, в должном состоянии. Вот то, что было в этом состоянии апостол Павел. И тем более, если даже такое происходит, как у Павла произошло, да, укусы, змеи, и ему не повредило, значит, еще не время. У каждого есть свое время для умирания. Но Бог не планирует наше убийство, когда мы сознательно делаем убийство для себя, или вредим самому своему здоровью, вредим. Бог этого не заказывает нам. Он объясняет, как тебя охранять. Бог прописал в Слове Божьем, и вообще, для чего нам Слово Божие дано? Чтобы мы с вами смотрели, как себя оберегать, как себя охранять. Мы же храм Бога Живого. И следить нужно за своим храмом. И как я имею право внести то, что обольщает нас? Или же, когда мы вошли в искушение, я должен понять, что это искушение. Ну, реально это искушение. Как я могу внести это в мой храм, чтобы его осквернить? Нельзя его осквернить, потому что весь я, я весь, даже тело мое, оно принадлежит кому? Оно принадлежит Богу, моему отцу. Моему отцу оно принадлежит. Поэтому, прежде чем что-то сделать в своей жизни, прежде чем что-то сделать, подумай хорошо. Приди к Богу и скажи, спроси у Него, что тебе нужно делать. Я верю в такого Бога, который даст тебе ответ. Я вчера вам говорил, что Он не будет смотреть на такие вещи, когда ты скажешь и уже сделаешь для себя зеленый свет, для себя дорогу уже приготовил, чемоданы приготовил, сел, а потом приходишь к Господу и говоришь, Господь, ехать мне или не ехать? Господь говорит, так что ты к примеру пришел-то? Смысл? Я тебе сейчас ничего не скажу. Если даже я тебе и скажу, ты не поверишь. Ты уже не верующий. Ты ко мне прежде должен прийти посоветоваться, но ты не пришел советоваться. Ты не посоветовался со мною. Ты не пришел ни к пастору, ни к диакону. Ни с кем ты не советуешься. Ни с папой, ни с мамой не посоветовался. Ну куда? А теперь ты хочешь оправдаться какими-то из Евангелия местами. Как ты оправдаешься-то? Вырвался контекст, и вот оправдываешься, и вот всем показываешь. Это не проходит. Это не пройдет. Это неправильно. Это обольщение. Это сатана только так предлагает. Вырвал и вот показывай всем. И вот как будто бы документ у тебя висит здесь. Что выпьют, то не повредим. И уходишь такой и все. Ну тебе предлагают выпить, ты не пьешь. А что ты не пьешь-то? Ну я что, дурак что ли? Ну так а что тогда вот тебе предлагают, ты все равно туда. Где обманчиво, вот так где-то хитро, где-то лукаво. Мы приняли, а потом уже оправдываемся. Не надо так делать. Мир лукавый. Мир обманчивый. Вы знаете, что как верующему человеку я, вот как верующий, верующим людям скажу. У нас есть много вирусов на этой земле. На этой земле много вирусов существует. У Бога прописан каждый день моей жизни. Я верующий человек. Я его дитё Божье. Без ведома его не упадёт ни один волос. Это вот нужно запомнить раз навсегда. Я буду ходить, я буду терпеть, я буду не делать, например, до тех пор, пока я не умру, допустим. У меня прописан день моей смерти, моей смерти. Я не знаю, когда, но он прописан, он есть этот день. Но я не должен делать так, чтобы это ускорить процесс сам для себя. Не надо ускорять ничего. А потом ходить оправдываться. Бог создал нас так, что работает иммунитет в организме человека. Это Божий организм. Бог так создал его. И Бог охраняет и оберегает. Поэтому я начал с крещения. Почему человек умирает? Для чего? Для греха. Он умирает. И поэтому всё, что не происходит в этом мире, везде мире в этом оболещении. Везде смерть. Везде, куда ни посмотришь, везде смерть. И проповедует смерть. Убийство, насилие, педофилия. Я уже не буду перечислять уже. А мы знаем прекрасно, сколько всякого греха легализовалось и внеслось вовнутрь церкви. И это сейчас оправдывается. То же самое делают. Вырвали из контекста и показывают, как документ какой-то. Вот посмотрите, так написано. Я должен любить, потому что меня Иисус любил, и вы любите друг друга. Вот вырвали из контекста и показывают, как мандат. Вот мой мандат. Вот я. Да. Я оправдываю. А понимая, понять, что человек попал в искушение и обольщение, человек не хочет это воспринимать. Я часто говорю даже по поводу оправдания, например. Кто-то в религиозной структуре находится где-то в другой, например. Тот человек, который без Иисуса Христа. Тот, который не знает Иисуса Христа. Или вообще не хочет даже принимать его. Он хочет оправдаться делами, своими ли поступками. Попробуй оправдайся. Попробуй оправдайся своими делами, поступками. Это невозможно. Поэтому Павел говорил, что невозможно без Христа попасть в Царство Божие. Невозможно самому попасть туда. Если ты это сможешь, значит, ты крутой парень. А значит, и Христос мне не нужен. Давайте я представлю вам примеру. Вдруг нашелся такой человек, который, как Иисус, все исполнил. Значит, можно сделать? Или невозможно сделать? Попробуйте, сделайте, как Он сделал. Это невозможно. Это нереально. Он единственный. Поэтому Писание говорит, я есть первый и последний. Я есть Альфа и Омега. Нету, кроме меня, больше спасения. Кроме меня нету спасения. Поэтому взор наш должен быть всегда на Иисуса Христа. Если даже мы что-то решаем, что-то хотим решить, приди к Иисусу Христу. А первая эта позиция – прийти к Иисусу Христу, найти ответ в Слове Божьем. Помолись, прежде чем что-то сделать. Даже когда тебя вызывают начальство. Начальник тебя вызывает. Помолись. Почитай Слово Божье. Для тебя это будет победой внутри тебя в первую очередь. Ты сделал правильный выбор. И ты, когда придешь туда, ты сможешь одолеть все свои преграды. Если даже тебя и увольнять будут. Знаете, я вот недавно тут в Фейсбуке уже, уже у наших друзей даже вот, кстати, тоже они здесь живут. Они здесь живут, в Англии. Она написала пост свой. Говорит, наконец-то я понимаю, что такое пострадать или что-то, знаете, я сейчас точно не помню, но понять, что такое не пасть в воскушение или как-то так вот, знаете, не быть с этим миром. Я написала, меня вызвали на работе. Там все вакцинированные. А она пришла на работу. И ей говорят, ты должна вакцинироваться. Мы все вакцинированные. Ты должна тоже вакцинироваться. Ты обязан это сделать. Не сделаешь, мы тебя уволим. Прежде чем туда идти, она помолилась. Прежде чем она попросила у Господа, дай мне ответ. И она получила ответ. Ах, все сделали. А я, значит, не буду. Я дитя Божье. Мой храм, это мой храм. Если даже я не сделаю, вы поймите. Смотрите, слушайте внимательно. Если, говорит, я даже не сделаю. Седра в Месах Евденага. А если даже не сохранит, то да будет воля его. Иисус сам молится в Девчонском саду. Говорит, да минует меня эта чаша. Да будет на все воля твоя. Смирение, послушание, поклонение. Это самое первое. Если даже и нужно будет сделать, Господь сделает так и сохранит тебя. Мы разве не верующие? Мы во что верим? Я хочу просто сегодня акцетировать внимание на нашу с вами веру. В кого мы верим? Во что мы верим? Зачем вообще мы верим? Не тщетна ли наша вера? Или мы ждем гонения? Вы знаете, сегодня люди говорят, вот когда печать придет, мы узнаем. Да не узнаешь. Реально скажу. Не узнаешь. Не увидишь. И не устоишь. Потому что это придет с хитростью и с лукавством. Дьявол всегда так делает. Он приходит с хитростью и с лукавством. Одному говорит напрямую, он сделает. А другому говорит, обойдет. Так, чтобы ты сделал, чтобы ты принял. Поэтому наша вера, наша вера не должна быть убиваема кем-то. Это моя вера. Это моя вера в моего Господа. Вот первое мое оправдание – это Христос. Это мой ходатай. Он позаботится. Он позаботится. Как один пастор сказал. Если вот придут, силы прямо к столбу тебя заставят. Ну, допуск, например. Я даже верю в то, что Господь даже раскидает их там. Ангела пошлет, если надо. Понимаете? Он сделает так. Потому что я его дитё. Но если даже и произойдет такая ситуация. Если даже сделают, вот тогда, вот тогда. Если сделают, не повредит. Если тебе вливают прямо тебя, силою вливают, силою издеваются, бьют, уничтожают. А Бог тебя оберегает, охраняет. Павла били 39 раз без одного по закону иудейскому, чтобы не было безображен человек. Он все равно не преклонился перед ними. Он не сказал, он не отрекся от имени Иисуса Христа. Побивали камнями его. Гнали, гоняли, кидали его в реку. На реке морской лежал. Все думали, что он даже убитый. Оставили его. Господь все равно его воскрешает. Все равно Павел встает и идет. Там, где Бог, никто нас не заставит, друзья мои. Никакой геноцид, никакой холокост никакой. Друзья мои. Никакой фашизм. Вот я всегда вспоминаю еврейский народ. Как он шел во времена Второй мировой войны. Я часто вспоминаю. Потому что, конечно, на него нужно обращать внимание. Потому что он проходил эти все испытания. И как они были твердыми. Какими они были твердыми и мужественными в этот момент. А почему? Да потому что они знали, что они дети Божьи. Налепили на них вот эти вот значки все. И они ходили. Приходят в магазин. Магазин для таких закрыт. Вообще все закрыто для них. Представьте. Он приходит. И там ему и времени продавать ничего. Он не покупал и не мог не продавать. Это Вторая мировой война. Выдавались мандаты тем людям, которые отрекались. Те, которые решали по-другому. А были такие люди, которые спасали таких людей. Детей спасали. А есть люди, которые просто спрятались. И кричали «Хай, Гитлер!». Много таких верующих людей. И такие верующие люди шли с ремнями нам. «Хай, Гитлер!» «Ой, не ходи ты же, с нами Бог на пряжках, на ремнях. Идут, провозглашают, с нами Бог. Ну, какой Бог? И хотят люди оправдать себя. Мы с именем Бога идем. С каким именем Бога ты идешь? Бог идет в газовые камеры. Христос идет в газовые камеры. Христос не идет туда, где все лукавое и хитрое. Там, где все неправильно. Он не пойдет туда. Он пойдет туда, где люди прокаженные. Да, люди прокаженные. Он приходит туда. На больных положат руки и будут исцеляемы. Вот это вот то, что нам нужно с вами совершать. Вот куда мы с вами должны идти. Так что, будьте, друзья мои, благословенны. Я еще вот прочитаю еще одно место из Писания. Что такое незнание? Что такое незнание? Если действительно мы не знаем, мы не понимаем, тогда да. И вот в Верхнем Завете был такой случай. Это четвертая глава царств. Четвертая глава царств. Прочитай и будем заканчивать уже. Четвертая глава царств, 38 стиха. Четвертая глава. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той. И сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему, поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». Замудренного ничего нет. Был голод, он взял слугу, сказал ему, поставь котел, поставь похлебку, то есть мы сварим ее для сынов пророческих. «И вышел один из них в поле собирать овощи, малым овощей, и он нашел дикое, вьющееся растение, и набрал с него диких плодов, полную одежду свою». «Пошел набирать овощи, но увидел дерево, вьющееся, какое-то интересное дерево, интересное, красивое дерево, и дает плоды еще, но они дикие плоды, где-то дикое, дикий плод, дикие ягоды. И он набрал полную одежду свою и пришел, слушайте, он пришел к этому котлу и накрошил их в котел с похлебкой. Нормальная похлебка была. Нет, один пришел, один из всех, и накрошил туда диких вот этих ягод. Так как они не знали их, и люди не знали, и налили им есть, и здесь вот самое интересное. Но как скоро они стали есть эту похлебку, то подняли крик, стали кричать и говорили «Смерть в котле!» Ужас пришел к ним. Ты здравый человек, ты понимаешь, когда ты понимаешь, что что-то ядовитое здесь, и ты съел. Ты начал уже есть, и ты понял, что это яд, ядовитое что-то. И ты понял, что это реально страшно, ты сейчас умирать будешь. И он сказал «Яд в котле, то есть смерть, смерть в котле!» Накрошил же кто-то. «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть больше. И сказал им «Подайте муки!» И высыпал ее в котел, и сказал Геезию «Наливай людям, пусть едят!» И не стало ничего вредного в котле. Поняли смысл весь? Как это работает? Это не вырвано из контекста. Оно так работает. Они съели, но не знали, что ели. Одним кто-то навредил. Но человек Божий, исполненный которого, вот именно Духа Святого, образования, мудрости, который был наполнен этой благодатью Божьей, в силе Бога всегда ходил. Который взял вдвойне благословение от Илии. Это был ученик Илии. И он сразу же мудро подошел с ответом. Есть ответ. Если вдруг что-то происходит. Если что-то действительно происходит не по нашей вине. Я туда не лез. Я не набирал. Я не крошил. Мне это не нужно было. И произошел такой случай. Казус. Это бывают такие вещи. Бывает. А сколько в жизни в нашей таких вещей было, когда мы залезали от незнания. Я смотрел недавно тут одну передачу, и там показали парня одного. Он сидел вот так наполовину, как будто его обрубили полностью. И он говорит, когда я был маленьким мальчиком, они играли в прятки. И он побежал, спрятался в эту, как ее, знаете, где там высоковольтная вот эта вот будка. Высоковольтная будка. Я не помню, сколько там, но он говорил, вроде как до 20 тысяч или 5 тысяч, я не помню. Но там в тысячах измерялись вот эти вот. Это смерть реальная. И он там был, пока сидел. И все время там они играли, прятались, дети все туда прибегали. Но он попал туда и попал в дырку какую-то там. И он упал. И попал на эти провода все. И он горел там. Я не знаю, сколько времени, но он горел там. Лежал, кричал, горел. Попал человек. Да, вот, как в мультике. Да, 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 точно. Нет, конечно, нехорошая примера для детей. Но был такой момент, да. Так вот, я попал туда, и у него все сгорело. Он заживо горел. Заживо. И он даже помнит до сих пор, как он горел. Почему? Вот от незнания, от непонимания. А еще самое-то страшное. Вот люди старшего поколения, люди, взрослые, взяли и не закрыли. Разве они не видят, не понимают, что здесь дети бегают. Вот эта вот лукавая такая, знаете, вот безалаберность взрослых людей. Вот так вот все бросили, кинули, не закрыли. А ребенок взял и залез туда. И он не один там был, кстати. Но он просто упал там, и получилось так. И вся жизнь наперекос. Он даже хотел жизнь самоубийством закончить. Стал верхним человеком. И Бог его благословил. Дал ему жену даже. Которая ухаживает за ним. Родился ребенок. Вы знаете, вот удивительная история есть в жизни. По незнанию. Да, происходят такие случаи. Но если у тебя прописано 80 лет прожить, ты проживешь их. Только не лезь в них. А вот самоубийца – это другой вариант. Сам лезешь. Когда ты сам лезешь туда. Но ты же знаешь, что тебя оттуда убьет. Взрослый человек туда не полезет. Он не дурак. Он не глупый человек. Он не идиот, чтобы туда полезть. Дети от незнания туда идут. А мы дети Божьи с вами. Поэтому мы должны с вами людей научить. Настроить их на истину. На правильное решение. Чтобы люди покаялись. Веровали в Евангелие. Чтобы они крестились во имя Иисуса Христа. Чтобы еще больше пришло ко спасению людей и в Царство Божие. Вы должны быть примером для первого. Первого. Кто? Это дети. Это родители. Или родители детям. Или родителям. Или своим близким. Людям. Своим родным и близким. Вашим людям. Они от незнания очень много что делают. Но вы как мудрые люди. Приходите и закидываете туда муку свою. Мука. Прообраз Христа. Которая останавливает весь этот процесс. Мы должны остановить процесс умирания. Мы должны противостоять злым силам. И злым лукавым силам. Которые атакуют на каждого человека. И желают погубить и убить этих людей. Весь мир лежит во зле. А если во зле, значит во лжи он лежит. И мы не имеем права этой ложью питаться. Мы не имеем права наслаждаться этой ложью. И мы не имеем права вырывать что-то из контекста. Мы не имеем права вырвать и показывать. Вот так вот написано делай. Но ты же не глупый. Ты же не скажешь, что выпей. Ты же не будешь этого делать. И когда тебе будут предлагать. Ты тоже не будешь этого делать. Но если ты не знаешь и тебе дали. Это другой вопрос. когда ты не знал и дали тебе, это другое уже отношение. Поэтому сегодня время пришло думать. Сегодня время лукавое, но для того, чтобы мы были открыты с вами для правильного ума, для правильного решения. Мы же не глупы, мы же видим, что творится в мире. Мы не глупы. Все-таки прочитаю я вам, что написано у Матфея. Смотрите, Иисус говорит опять, 16 глава, с 1 стиха. И приступили фарисеи и саддукеи. И, искушая его, просили показать им знамение с неба. Хотят знамение с неба. Покажи нам знамение с неба. Объясни нам. Он же сказал им в ответ. Вот вечером вы, вот вечером вы говорите. Ведра, то есть ведра это хорошая погода будет завтра. Почему? Потому что, потому что небо красно. Вот сегодня вечером. Вы знаете это. А вот утром, сегодня, например, ненастье. Потому что небо Багрова. Лицемеры. Вот различать лицо неба вы умеете. Лицо. Мы смотрим на небо, мы различать умеем. Если сегодня закат такой красивый, такой замечательный, красное небо, я знаю, что завтра будет прекрасная погода. Вы это знаете прекрасно. А если ты проснулся утром, и ненастье такой нехорошей погоды, ты знаешь, что будет весь день происходить. А он говорит, лицемеры. Вы знаете и распознаете небо. Вы потому что видите. Вы же видите, что происходит в мире. Вы видите. А он говорит, лицемеры. Вы лицемеры. Почему? Вот он говорит, различать лицо неба вы умеете. А знамений времен. Я уже просто не дошел до этого момента. Уже и времени-то нет. Не было времени у меня уже подходить к этому моменту. Хотя я готовился к этому моменту подойти. А вот знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный. Знамения ищет. И знамения вообще не дастся ему, кроме знамений, и он и пророка, и оставил их, отошел. Знамения вы увидите на кресте. Вы увидите это знамение. Опять ничего не поймете. В следующий раз я, может быть, как-нибудь скажу про это место. Вот. Вот это вот место, которое очень важное. Что различать небо вы умеете, лицо неба вы умеете, то, что вы видите. А вот знамений времен вы не можете. Хочу задать вопрос. В каком времени мы сегодня живем? В каждом поколении говорили последнее время. В каждом поколении говорили последнее время. Это не ответ. Это самый простой, самый такой быстрый ответ. Последнее время. Это естественно. А чтобы распознать время, в каком времени мы живем, мы должны смотреть на что-то. мы должны обращать на что-то или на кого-то. Смотреть должны. А мы не увидим. Знаете почему? Мы не увидим только по одной причине, если мы не вникаем. Мы можем прочитать Библию за год быстро. И скажешь, я читал Библию. А что ты понял из этой Библии? А что ты понял из этой Библии? Что ты понял из этого слова? Вникал ли ты в него? Можно прочитать все, что угодно, но не вникнуть. Понимаете? Поэтому нам нужно вникать, чтобы понять, в каком времени мы живем сегодня. А Писание говорит. Как? Последнее время говорим, да? Последнее время. Ну, давайте посмотрим. А что в последнее время? Да. Жить так, что в последнее время. Ну, в смысле для тебя, а лично там последний день и так далее. Это правильно. Это правильно все. Так надо жить, да. В принципе-то. По идее, да. Жить. Это будет как бы, ну, справедливо. Но опять же, нам нужно различать. Нам нужно различать, что за время. Еще раз хочу сказать вам и, наверное, подтвердить. Если человек говорит о печати, о печати говорит, что это еще не печать или не конец там, или еще будет печать, мы потом увидим, нам потом скажут, нам потом покажут. Не увидите. Не увидите. Это будет так мгновенно и быстро, что вы не успеете очнуться, как вы уже... А мы нет, мы не должны быть. Поэтому мы должны различать с вами. Обязаны различать. Потому что мы дети Божьи. Кто дает свет? Темнота. Знаете, вот когда ты ночью выходишь, например, темнота. Везде темно. И у тебя фонарик один. Он много дает света, что ли? Он не очень много дает света. Ты один идешь, не очень много даешь света. А если мы все будем выходить? Больше света будет? Больше света будет. Поэтому он говорит, идите, проповедуйте и крестите во имя Иисуса Христа. Идите и проповедуйте Евангелие по всей вселенной, всей твари на этой земле. И тогда придет конец написано. Аминь. Вот, друзья, будьте благословенны, будьте благословенны. Думаю, что не затруднил вашего внимания. Думаю, было свободно. Чувствовали себя? Старался. Старался держать вас в этом, в сознании. В сознании, да, старался держать. Вот. Но желаю, чтобы вы сами рассуждали. Друзья мои, рассуждайте, рассуждайте. Будьте благословенны, друзья. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим.